Всем привет! Сегодня едем за резиной зимней. Уже целый месяц собираюсь купить. Пока жареный, как говорится, битук не плюнет. Но вчера выпал первый снег. На дороге была каша. И сегодня в срочном порядке мы поехали за резиной. Резину будем выбирать среднюю. Хотели купить Mokion Cargo C 185, 75, 16, грузовая. Ценник в интернете на Яндекс.Маркете варьируется от 5600 до 6200. В общем, обзвоны ничего не дали. Если есть предложение в интернете, то резины нет. Сейчас поедем, посмотрим резину. Продавец позиционирует ее как альтернатива. Бюджетная линейка Nordman. Многие видели резину Nokia Nordman. Это, я так понял, параллельная линейка. Более бюджетная. Они берут более дорогую резину. Какие-то делают манипуляции. Возможно, материалы более бюджетные. Какие-то технологии. И делают более доступную резину. Менеджер сказал, что это будет копия Cargo C. И такая средняя цена 4600 на воздушке. Вот мы сейчас едем в магазин Колесо. Посмотрим, что оно все представляет. И там примем решение, покупать или не покупать. Еще сегодня нам надо купить диски, чтобы постоянно 6 колес переобувать каждый сезон. Это вообще по деньгам наклад нам будет и по времени. Поэтому нам надо купить сегодня резину и диски. В общем, вот такие колеса приобрели. Написано. Nokia Nordman 185-75R16. 104 на 102. Это на сколько там получается? 900 килограмм или 950. 900 ламм. Протектор. Смотрит, довольно-таки грубоват. Резина такая средней мягкости. Сейчас сравним. Резина обошлась 4 590 за баллов. Вот так вот она по сравнению с кордами штатными. Вот так напереди смотрится. Отбалансировали колесо. Единственный какой момент. Грузики на некоторых дисках, диски плюс резина, грузики доходили до 100 грамм. Сейчас ставим. Сегодня в рейс. И завтра уже расскажу, как она на дороге себя ведется. На данный момент на этой резине прошел 3000 километров. По ощущениям резина довольно тихая. Возможно, чуть шумнее, чем летняя. Летние корды, кардиан бизнес. Еще хочу отметить хорошую боковую устойчивость. Устойчивость в поворотах. Довольно-таки комфортно проходить стало. На летней резине было похуже. И хотел бы отметить, что здесь боковина потолще. Если загруженность была на летней резине полторы тонны и давила пятак, плющила задние колеса, спарклывая, то на этой резине чуть видно, что что-то в кузове есть, но она не раздавлена. Хорошо держит груз. Я думаю, что тем, кто возит больше полторы тонны, в принципе, резина эта подойдет. Больше таких отличительных особенностей от летней штатной резины я не занятен.